Здравствуйте! Это рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина. Сегодня мы пообщаемся с руководителем Международного движения «Родительская забота» Кларой Мансуровой. Здравствуйте, Клара Шарафовна! О вашем движении у нас в Абакане знают очень немногие. Расскажите о том, чем вы занимаетесь. Цель нашего движения, одна из главных целей, это подготовка молодежи к осознанному родительству. Всем прекрасно известно, уже вся планета практически от этого стонет, что традиционная семья как таковая разрушается. Институт семьи терпит крах. И такие семьи, где традиционный отец, мать и дети, они скоро станут вообще единицами. Сейчас больше пошли семьи однополые. Они начали даже детей брать себе и считаться родителями. И это во всем мире поддерживается. Честь и хвала России, которая поставила предел, сказала «нет» однополым бракам. Хотя многие за это нас осуждают. Но я считаю, что Россия в этом смысле изумительная страна, которая считает, и должна, так и должно быть, что должна быть традиционная семья. Ребенок должен быть с отцом, с матерью, и у него должны быть всегда папа и мама вместе. Но сейчас, к сожалению, среди молодежи почти 70, даже больше процентов, остаются дети без родителей. То есть как без родителей? Либо одна мама, либо иногда, сейчас часто возникает один папа. Что это такое для ребенка? Ребенок практически растет без того, чтобы видеть, какая семья. Понимаете? Ему нечего будет уже транслировать своим детям, создавать свою семью. И поэтому посмотрите сейчас, даже ваше поколение, многие молодые люди, многие мужчины, они такие очень инфантильные. Мы думаем, а какие это мальчишки, они вообще не мальчишки, он как девочка. А он не виноват в этом, он воспитывался мамой, мамой одной. Как, где он мог набраться мужских качеств, таких как ответственность, мужество, преданность, верность, любовь, защита своей семьи, своего отечества. Оттуда все это идет, из этой семьи. А этого он не видел. У него была мама. Только одно должно быть в семье два начала, мужское и женское. А у него есть только женское, которое его как смогло, так и воспитало. Вот отсюда инфантилизм наших молодых людей, мужчин уже взрослых, даже 50-40-летних, которые не желают жениться. Почему не желают? Они не хотят брать на свои плечи ответственность за будущее своей семьи, за своих детей. Самое главное, мы хотим сейчас подготовить молодежь к осознанному родительству, чтобы женщина берегла мужчину, относилась к нему как к главе семейства. Но и все же, чем реально ваша организация помогает семьям? Вы знаете, когда приходят к нам на родительские чтения, у нас уже девятые родительские чтения прошли, они проходят ежегодно, два-три дня, и первый день обязательно в Государственной Думе. Я помощник депутата Олега Смолина. Есть такое у нас известное. И они в Госдуме, когда выступают, программы, а их у нас очень помогают, проводят такие родительские семинары, родительские университеты, приглашают будущих еще мужа и жену, приглашают по целой неделе, вот на Набережных Чемнах проводят семинар, как будущих мужа и жены в ЗАГСе принимают. И первый вопрос, который они задают, так, вы хотите пожениться, а когда будете разводиться? Представляете, вы приходите, вот вы должны расписаться через неделю, а вам говорят, а разводиться вы когда будете? Все, о, глаза поднимают. А на самом деле ведь большинство семей в течение полугода-года разводятся. Больше 60%. Почему? Почему разводятся сначала, любя друг друга, женятся, а потом разводятся? Потому что девочки, вот студенты мне часто задают вопрос, а кто меня учил быть женой? А что мальчики говорят, а меня кто учил быть мужем? Понимаете, вот этой традиции, практики, обучения детей дома, дочерей и сыновей, обучения в школе, как будущих родителей, этого нет. Нету совершенно, потому что молодые люди, когда женятся, то есть они даже не знают, как вести себя. После того, как бурная любовь прошла, надо же суп варить, носки стирать, убирать квартиру, деньги добывать для того, чтобы кормить эту семью. А этого молодежь никогда не научится сама, если ей не помочь. Вот оттуда пошло наше движение. Но впервые оно возникло даже не от этого, а это возникло от того, что моя дочка не хотела ходить на родительские собрания к моим внукам. Она не хотела, потому что она пару раз побывала и сказала мне, я не буду ходить никогда. Они меня, учителя, убеждают в том, что мои сыновья плохие, а я знаю, что они хорошие. Понимаете, вот нет связи между учителем и родителем. Ведь родители и учитель, они должны создать вот такой треугольник, где во голове ребёнок, а по углам ещё мама и учитель. Они должны дружить. И учитель должен не говорить, ваш сын такой, сякой, розетокий. А он должен сказать, вы знаете, у вас такой замечательный сын, у вас такая замечательная дочка. Вот она и здесь молодец, и здесь, и здесь она умеет. Вот у неё что-то вот не хватает вот тут. Давайте мы с вами подумаем вместе, как помочь ребёнку. Вот тогда будет дружба между учителем и родителем. Вот я к этому призываю учителей, когда я выступаю перед учительским, и родителям говорю, что вы должны дружить с учителем. Вы проводите родительские мастер-классы, педагогические чтения. Но это вот практически всё происходит вот в центре страны, в каких-то центральных регионах. Есть вообще планы по освоению периферии? Ведь темы, которые вы задеваете, они везде важны, вот на территории всей страны. Вы абсолютно правы. У нас 35 отделений. Сейчас готовится ещё 5, значит, будет 40. Шесть из них – это зарубежные, это бывшие советские республики Азербайджан, три республики Прибалтики, Белоруссия и Украина. А остальные – все российские. Как только у нас проходят родительские чтения в Москве, центральные, они тут же, эта же тема, подхватывается в регионах, всеми нашими отделениями. И та же тема – мастер-классы, творческие мастерские, круглые столы, семинары. Понимаете, и это всё рассматривается. Потом это проходит в школах, это проходит в педагогических колледжах. Я очень часто выступаю перед студентами, и студенты создали молодёжное крыло родительской заботы. И во многих университетах, колледжах у нас есть отделения такие молодёжные, которые сами, научившись, как надо выходить замуж, будучи целомудренной. Это самое главное. Потому что они не знают закона телегонии. Вы, кстати, знаете закон телегонии? Вот, видите, большинство молодёжи это не знает. Я его называю «закон полосатого жеребёнка». И вот они, когда всё это узнают, девочки, вот студентки, они уже сами ходят в детские сады, к воспитателям. Они сами встречаются со школьниками, им рассказывают всё это, почему надо хранить целомудрие и быть первой, чтобы мужчина был её в жизни. Муж. Почему это так важно для потомства, для детей? Вот эти молодёжи уже работают. И они каждый раз, где бы я ни бывала, я в год делаю от 12 до 20 поездок по регионам и зарубежным странам. Понимаете? И везде у нас проходит это. Что касательно того, что всё это в центре, как раз-таки в центре у нас меньше всего. В центре вот когда у нас раньше были педагогические чтения, также, но и родительские чтения у нас проходят сейчас в Москве. А педагогические чтения переместились по республикам, по странам. Разным сейчас у нас в Тбилиси проходит, в Чечне проходит, в Москве уже педагогические чтения не проходят, а проходят только чтения родительские. И я хочу сказать, что это все идет и в регионах. Каждый регион, где у нас есть отделение движения «Родительская забота», они обязательно проводят родительские чтения. И там мы обсуждаем эти вопросы. И если они меня приглашают, я обязательно приезжаю. И приезжаю не одна. У нас есть такая программа «Осознанные родительства», которая очень хорошо работает в Москве и в набережных Челнах. Я беру этих людей, которые вот это разрабатывают, у них хорошо в городе идет, они обязательно выступают. В Перми, например, Волгограде, еще где-то. Волгоград, набережные Челны, Москва, Литва, Клайпеда – это идут впереди планеты все. Они так работают хорошо с будущими мамами и папами, которые еще только ждут детей, с нить серебряной связи поколения с бабушками и дедушками, чтобы они родовая память была, с родителями, которые не знают, что делать с ребенком, когда он переходит вот в этот возраст, когда ему 13-14 лет, он ничего не признает. Или теми, которые только собираются жениться. Очень много всяких программ, и это прекрасно работает. Загляните как-нибудь в Фейсбук, там есть страница родительской заботы. Правда, я ее не видела, но сделали литовцы. И говорят, очень хорошо все выставляют. Последний вопрос. Как вообще попасть в ваши движения? Кто заинтересовался, где можно найти информацию? Информацию можно найти. Есть сайт Центра гуманной педагогики, Международный Центр гуманной педагогики. Значит, гуманная педагогика.ком, по-моему, можно найти. Там есть родители. Все, что нас касается, обязательно находится там. Мы специально сайт не делаем. Потом в Фейсбуке выставили где-то там. Можно найти где угодно. Как только скажете, родительская забота, вы можете найти, я думаю, больше 50 этих самых, где кто что происходило. Мы сами не держим сайт, потому что у нас подвижническое, бесплатное движение. Естественно, держать этот сайт кто-то должен за деньги, а у нас их нет. Я надеюсь, что у вас в Хакасии будет создано, потому что они уже давно готовы, и в этот раз мы уже выберем председателя, и у вас будет Хакасовское отделение движения, родительская забота. Мало того, вот сейчас я буду встречаться со студентами, и я надеюсь, что они заинтересуются и тоже создадут молодежное крыло студенческое отделение. Это будет прекрасно. И кроме того, в этом году мы пустили эту такую, открыли в Москве, белый платок. Женщина – держательница мира. Мир в семье, мир в обществе, мир на планете. Если женщины встанут все и скажут, пусть будет миру хорошо, мы не хотим войны, а мысли сейчас материальные. В людей же войны закончатся, и кровь перестанет литься, и все мы станем улыбаться друг другу и любить друг друга. Спасибо большое, что нашли время встретиться с нами. Продолжение следует...